В Павлодарской области тоже приводят в порядок зоны отдыха. Регион славится соленой водой и лечебными грязями. Вокруг местного озера налаживают инфраструктуру. Строители проложили асфальт к пансионатам, сейчас возводят развлекательные зоны. В ближайшем будущем на курорте Маралды будут проводить пантолечение. Ирбул Абишев расскажет подробнее. Озеро Маралды в Щербактинском районе известно далеко за пределами Казахстана. Здесь уникальный состав воды, насыщенный солями и минералами. Четыре вида лечебной грязи избавляют людей от многих болезней и недугов. Каждое лето на благотворный озерный берег приезжают тысячи отдыхающих. Раньше я 34 года приезжал, тут машины буксовали, не могли выезжать, проезжать. Никаких шизлонов, ничего не было, как дикий пляж был. А сейчас очень приятно здесь. Столовая, все здесь есть, питание. С собой ничего не берем. Приехали специально для купания, для лечения. Вот эта вода соленая, очень хорошая, говорят. Не первый раз, третий год уже приезжаем. Второй год местные власти налаживают условия для комфортного отдыха. Из бюджета выделили средства на хорошей дороге, электросвещение. А инвесторы бурно развивают туристическую инфраструктуру. В этом году идет строительство большого пирса, плюс будут гамаки над водой. Также планируется еще детская зона. Строится большая концертная сцена, которая в будущем будет встречать звезд. Также мы поставили такое кафе-шатер, в котором мы планируем проводить банкеты, юбилеи, свадьбы, чтобы все это было по-европейски, на свежем воздухе. Крупный проект – аквапарк стоимостью 150 миллионов тенге. Но есть еще и перспективное направление – пантолечебница. Специально для этого здесь разводят моралов. Районная администрация, поддерживая инициативы инвесторов, развивает от озера новые туристические маршруты, связывая курорт с удивительными природными местами Щербактинского района. То есть автомаршруты, газели будут у нас ездить, которые будут предлагать свои услуги. Если ты отдохнул на озере, дальше ты можешь проехать к нам в сосновый лес, ты можешь остаться у нас на лагере. Если ты не хочешь, ты можешь проехать в религиозный туризм, то есть паломничество на Кесине. А в глубине реликтового бора есть еще красивое лесное озеро, где в ближайшее время также планируют построить новую зону отдыха. Ербулабишев Алексей Амельницкий, из Павлодарской области, Хабар, 24.